Случай Михаила Пореченкова, артиста, который отправился с гуманистической акцией на территорию так называемой Новороссии, на Донбасс, привез туда медикаменты, гуманитарную помощь и фильм «Иван Поддубный», в котором он сыграл главную роль. Но и заодно устроили Михаилу такую экскурсию там на территории так называемой Новороссии. И отправились в том числе и на передовую, в здание того самого аэропорта, от которого остались одни руины. И там в этом аэропорту Михаил Пореченков взял в руки пулемет, или как он там называется, не знаю, я мало разбираюсь в этом оружии, это боевое оружие автоматическое, и несколько выстрелов по той стороне, прицельное, значит, там. То он при этом был защищен бронежилетом и каской, на которой написано слово «пресса». И вот именно это дало возможность и повод журналистскому сообществу, прежде всего, с возмущением отнестись к этой истории, поскольку мы знаем, насколько не защищены журналисты, в принципе, в горячих точках, а уж тут тем более, сколько мы смерти имеем. Поэтому даже вот сегодня Совет журналистов России выступил с резким заявлением, потребовав извинений перед журналистами. Но, с другой стороны, мне кажется, что здесь куда более важнее сам факт того, что артист, ведущий артист главного национального театра страны, берет в руки оружие в зоне военных действий и куда-то стреляет. Мой взгляд он совершил сейчас просто объяснений не имеет. Потому что это, с одной стороны, абсолютно иррационально, с другой стороны, абсолютно аморально. Правильно Совет журналистов России отреагировал, правильно отреагировал секретарь Совет журналистов Москвы, Павел Гусев, я читал. Это подставка для всего журналистского сообщества, потому что, когда под надписью пресса человек в каске с этой надписью, в любой одежде с этой надписью человек стреляет, все равно, что из-под Красного Креста стреляет из пулемета. Он стрелял с боевого пулемета тяжелого, в сторону людей. То есть человек приехал в другую страну, где идет война. Кстати, сейчас перемирие, между прочим, официальное продолжается. Да, он поучаствовал как раз в этом процессе, да, перемирие. И он поучаствовал в боевых действиях, фактически. Даже если он стрелял в белый свет, как в копеечку. Даже если у него, там, не знаю, патроны были холостые. Даже если он ни в кого таким образом не попал, и никого не убил и не ранил. Мы не знаем этого. Мы не знаем этого. И никогда, возможно, не узнаем. Но для всего мира это русский актер, это представитель русской культуры, который приехал и по украинцам стрелял из пулемета. Это морально-нравственный дебилизм. У меня нет объяснения этому. Я не могу себе представить великих русских актеров, там, фронтовиков, таких, как там Юрий Никулин, Царство Небесное, или как Владимир Этуш, дай ему Бог здоровья, или как Михаил Ульянов, или Олег Ефремов. Я не могу представить себе, чтобы эти люди приехали и стреляли в сторону людей из пулемета, как недоигравшие в войну подросток. Под камеру причем, да. Кстати, я хочу обратить внимание на комментарии самого Михаила Пореченкова. Он искренне не понимает, что такого он делал. Тем хуже. Я говорю, я же в тир хожу каждый день, вы же меня... И что, это предложено оправдываться? Тем хуже. Это что, сафари по людям стреляют? Представитель русской культуры, русской интеллигенции. Стыд какой. Гадость. Я не понимаю, что происходит с человеком. Если он этого тоже не понимает, тем хуже и для него, и для всех нас. Голливудские звезды приезжали вот на те территории, куда вводились войска американские и натовские. Но в голову не могло прийти взять автомацию и пойти пострелять. Во-первых, Брюс Уиллис не стрелял. Во-вторых, он поддерживал своих морпехов. Насколько мне известно, согласно нашей официальной позиции, наши морпехи не воюют. Значит, он приехал в чужую страну поддержать одних против других стрельбой из пулемета. Вообще, представители культуры во всех странах, актеры, они всегда за мир. Мы всегда приводим в пример актеров Голливуда, которые выступают против руководства своей страны, когда страна воюет. Правильно воюет, неправильно, плохо ли хорошо, против кого, во Вьетнаме или в Афганистане, они выступают против войны. Люди культуры должны быть против войны. А этот из пулемета решил пострелять. Андрей Макаревич, который пел перед беженцами, его после этого с грязью мешали, устроили ему истерику, ему запрещали, запрещают концерт. Он пел перед беженцами. Больше скажу, Лизавета Глинка. Вот Супермен, вот эта крошечная дама, вот это Супермен. Она едет и привозит оттуда больных детей. И ей похрену Киев, Донецк, Кремль, Москва, Вашингтон. Вот кто ей помогает привозить детей, тот друг. А кто мешает привозить детей, тот враг. Вот это человек, вот это представитель культуры. Врач, она актер, спортсмен, журналист. Неважно, это представитель русской культуры настоящей. Это гордость. Она спасает детей. Вот она Супермен. Журналистов, как я уже сказал, и как он уже очень сильно подставил, я считаю, что культурное сообщество должно как-то отреагировать, если у этого сообщества на сегодня есть свой собственный город. У меня в этом есть определенные сомнения. Я не знаю, как он будет играть теперь Мышлоевского. Вот я не знаю. Виктора Мышлоевского замечательный, благороднейший персонаж Булгакова. В Белой гвардии. И как будут реагировать на него зрители, кстати. Этого тоже не знаю. Непредсказуемо. И как будут реагировать на него партнеры. Тоже непредсказуемо. А у очень многих людей ненависть к России на Украине сейчас усилится. Это тоже спасибо Пореченкову. Он для этого сделал все, что мог. И мнение очень многих украинцев, что сейчас Россия воюет с Украиной, он это мнение укрепил своей стрельбой с пулемета. И мнение всего мира, значительное его счастье, что Россия воюет с Украиной. Порошенко ведь сказал, мы об этом почему-то этого нигде не было. А Порошенко сказал в своем выступлении несколько дней назад, что Украина сейчас ведет отечественную войну, сказал президент Украины Порошенко. Отечественная война 2014 года, сказал Порошенко. С кем она ее ведет? Кто там у них на Востоке? А на Востоке у них Россия. Порошенко намекал на то, что Россия, прямо намекал, Россия воюет с Украиной. Мы это отрицаем. Весь мир думает, что Порошенко прав. И что сделал сейчас Пореченков? Он убедил своим поступком весь мир, что Порошенко прав. Вообще, надо сказать, что вот этот восторг, восторг агрессивного шовинизма, который сейчас во многом создает атмосферу внутри нашей страны, он создает такие прецеденты, как поступок Пореченкова. В этом плане Пореченков, если я его нисколько не оправдываю, но он пал жертвой вот этого синдрома, такого милитаристка, как бы псевдопатриотического. Человек не задумывается даже. Когда тот, кто стреляет, он считается патриотом. А тот, кто не хочет стрелять и призывает к миру, он считается, во-первых, тряпкой, а во-вторых, национал-предателем. Вот Пореченков казался внутри вот этого водоворота, по-видимому, наиболее люди, так сказать, я не знаю Пореченкова лично, но и никак его не могу охарактеризовать, но в принципе люди либо абсолютно циничные, либо умственно или духовно слабые, они первыми оказываются жертвами вот такого синдрома. Вот то, что сделал он в результате. Я хочу еще обратить внимание, прости, Коля, то, что он вот в этом видео, которое снимали телевидение Новороссии, так у них как-то называется, да, он там говорит, что он уже стрелял в Синвале в 2008 году, то есть это не первый случай его проявления такого агрессивного патриотизма, он уже побывал. То есть человеку нравится стрелять в сторону людей. Я его с этим поздравляю. Потому что каждый, особенно в бедной стране, по большому счету бедной стране, такой, как наша, к тому же с негативным экономическим трендом, когда многие люди не удовлетворены своей жизнью, и многие люди привыкли не себя считать ответственными за свои неудачи, и часто и не государство, а кого-то третьего, соседа, представителя другой национальности, любовника жены, участкового милиционера, я не знаю кого, но только не себя. И они будут искать в области межэтнических отношений, у этого виновного. А, ну вот эти, конечно, понаехали, или они любят устраиваться, и умеют, и так далее, и так далее. Такого рода вещи не приводят. А еще одна частная история, которую тоже можно обсудить, она, как мне кажется, это прецедент такой, это обыск у Марии Гайдар. Дело же не в том, что обыски у нас проводят регулярно, мы к этому привыкли, ничего сверхъестественного в этом нет. Но, что это за следователи такие, объясни мне, пожалуйста, Коле, которые выбивают дверь ногой, которые вырывают из рук людей мобильные телефоны. Это кто? Это следователи или мародеры? Кто эти люди? Какие вообще есть полномочия, как это происходит у следователей? Причем, насколько мне известно, Мария Гайдар, она считается свидетелем в этом деле, которое там имеет место. А дело, ну, тут же все ясно, ясно, как божий день. Адвокаты не допускают. Идет о деле, связанном с Навальным. Это я понимаю, но это какой-то налет, это не обыск. И да, и налет пришли к... Как в свое время Ксении Собчак, это мне напоминает. Тоже приходят к молодой женщине, там в неурочный час, вы там врываются в квартиру, отнимают там все средства связи, сопровождают ее там, вплоть до туалета включительно. Что? Зачем? Зачем? Зачем вот это вот прессование, я не понимаю? Если запугать, запугать, все же очевидно, все же очевидно, запугать. Вот и все. И это, к сожалению, как мне кажется, это сейчас такая достаточно модная стилистика. Пугать. А когда если это случилось? Когда вдруг эти правоохранительные органы опять стали действовать такими карательными методами, как это было, опять же, вот в тех самых годах, о которых мы все никак не можем забыть? Ведь сегодня для... То, что касается закона, вообще, мне кажется, совсем все забыли об этом понятии, что такое закон. Это началось... И в первую очередь те люди, которые обязаны его защищать. Это началось, на мой взгляд, тогда, когда была фактически объявлена война части собственного населения. Когда часть собственного населения, собственных сограждан была объявлена, ну, фактически неполноценными. Врагами общества, врагами страны, врагами нашей великой державы, врагами Родины, национал-предателями пятой колонной. Вот тогда и начали их прессовать. А что с ними церемониться? То есть в незаконной... А что с ними церемониться? Когда они смотрят на Запад, когда они мечтают о том, чтобы у нас были западные порядки, которые не любят нашу власть, которые недовольны тем, что у нас происходит. Ну и валите отсюда. А не валите, так извините, будем с вами поступать так, как нужно поступать с врагами. Вот, собственно, это достаточно, на мой взгляд, откровенный месседж. Вам не нравится? Вон две. А нравится? Терпите. Вот, Коль, у тебя по поводу грядущих выборов, опять же, на территории этих вот ДНР и ЛНР. Как их воспринимать сегодня? Насколько они юридически оправданы, спрашивают слушайте. Ну, что такое юридически оправданные? Тут у нас несколько, несколько есть, несколько получается, таких правовых, возможных подходов. С точки зрения украинских законов, они абсолютно не оправданы. С точки зрения неформального нашего подхода, поскольку мы их поддерживаем, они оправданы, и мы, я не сомневаюсь в том, что мы признаем. У нас же ситуация получается такая. Мы вроде как им формально говорим, ребят, ну, может, не стоит проводить выборы? Они говорят, нет, стоит. Говорят, ну, хорошо, проводите, мы вас, конечно, признаем. То есть в этом случае получается так, что, в общем, хвост вертит собакой. Гарантия стопроцентная, что они абсолютно никем не будут признаны. Я не исключаю даже, что они нами не будут признаны, как отдельное образование. Мы признаем их право на определенную очень высокую степень автономии, но мы не признаем их как суверенное образование. Но в то же время они нами вертят, потому что мы боимся от них отказаться. Во-первых, потому что мы завели собственного избирателя, собственных граждан, граждан России, что это наши, что мы их поддерживаем, что они вообще российские герои, что каждый боевик в форме военной, в хаке, который оттуда приезжает, он герой России, будь то Стрелков или Захарченко, которые друг друга терпеть ненавидят. Неважно, кто это. Но всякий, кто там воюет и стреляет по украинцам, тот герой России. Вот это в данном случае и смутило, на мой взгляд, кстати, и актера Пореченкова, который на самом деле так решил. По-видимому, не знаю. Вот. Ну, бог с ним. Поэтому получается, что мы их не можем бросить. И мы от них зависим. Они будут нам вертеть.